Ну хорошо, давайте представим себе, нет ответственности сейчас у вас. Чем вы будете в жизни заниматься? Вот, 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 вот это, потому что я не знаю, что ли, я пойду, не делаю. Есть, есть выход. Какой? Вот я хотела вас, мне скажу. Я подскажу обязательно. Вам надо учиться делегировать. У вас гиперответственность, вы сами все делаете. Да. За это устаете. Очень. А людей надо обучать. Часто руководители важнее даже, чем те люди, которые, ради которых они трудятся. Давайте им ошибаться. Делегируйте, пусть ошибаются. И сами расслабьтесь. Пришло время вам отдавать свои, ну, свои знания, свой опыт. И Господь в вашем сердце требует от вас этого именно. Чтобы вы сами не делали, а делали, чтобы они. И тогда вы не будете чувствовать себя усталым. У нас сейчас тяжелый период идет, который еще пройдет год. Он характеризуется усталостью от работы. Да. Если вы уйдете с работы, вы будете чувствовать себя очень скучным, несчастным человеком. Вам нельзя жить без труда. Без этого. Все-таки это же осталось. Да, потому что, ну, как бы, насколько я понимаю, там много вот заботы о людях. Вот там много женских качеств проявляет. Да. Надо остаться. Сейчас просто вам очень тяжело на работу. У вас такой период идет. Все, спасибо. Ну, больше всего мне понравилось в вашей судьбе, ваш подвиг по возврату семьи. Ну, это благодаря вам. Это удивительно. Если честно. Это удивительно то, что я почувствовал в вашей жизни, как вы каплю за каплей прошли этот путь и вернули назад в семью. Это удивительно. Да. И благодаря вам спасибо. Хорошо. Хорошо.